сейчас мы с вами все-таки начнем разбор заданий основного этапа всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту как обычно я сейчас запущу трансляцию своего рабочего стола и жду ваших вопросов в чате постараюсь на них на все ответить ну я сегодня не буду вдаваться в особенные подробности относительно общих ошибок те какие-то из них конечно задену тогда когда буду разбирать задать начнем мы с первой задачи второго этапа на самом деле эта задача как вы насколько я понимаю легко установили практически полностью была решена еще на предварительном разборе фактически изменился у нас только список цветов он увеличился и изменился фрукт что вообще никак на решение не повлияло принципе решение я полностью комментировал еще на первом разборе но на всякий случай основные идеи его перескажу и так поскольку у меня не было заранее размеченного какого-то набора данных поскольку у меня мое яблоко как единый объект состояла на самом деле из больших большого количества отдельных независимых пикселей то я воспользовался самым примитивным самым общедоступным методом кластеризации разделил изображение на две части то есть на фон и собственный фрукт после чего я и установил их соответствие неким заранее предопределенным цветам ну а для того чтобы создать список цветов я проанализировал несколько изображений с заранее известными фруктами просто найдя их в сети и вывел некие средние значения если у вас есть какие-то вопросы по собственно содержанию задачи и тексту который сейчас на экране находится и кстати увеличу дополнительно то я готов его прокомментировать но в общем и целом здесь в этом тексте практически ничего собственно нового нет поэтому если не будет каких-то дополнительных вопросов то я перейду ко второй задачи которая на самом деле основывается на первой но чуть-чуть посложнее напомню условия задачи нам дается фотография в формате jpeg участка некрашенной стены после чего дается фотография стены которая находится в процессе покраски и нас просит установить а какой процент стены собственно был покрашен ну пользуясь тем удивительным фактом что покрашенная стена от не покрашенный должна отличаться иначе собственно никакого смысла красить нет за исключением каких-то совсем дизайнерских идей мы поступаем примерно так же как в прошлой задачи во первых мы анализируем поступившую нам базовую некрашенную стену и выводим некий ее средний цвет да это решение не идеально да можно было бы воспользоваться какими-то более сложными методами но для решения этой задачи с теми данными на которых мы и проверяли достаточно было даже самого простого решения и так что здесь делается но пирс 15 16 старкой все в общем то понятно я просто открываю оба изображения которые мне дают после чего я рассчитываю средний цвет это конечно довольно условная характеристика но она будет достаточно для того чтобы выяснить какая в целом стена была до того момента когда начали ее красить и результатом этих вычислений является вот этот вектор в котором я как раз рассчитываю усредненные значения по каждому из компонентов цвета то есть я фактически таким образом устанавливаю какой стена была до покраски в следующем разделе я опять-таки точно так же как и в предыдущей задаче превращаю мою матрицу из цветных точек в некую последовательность признаков трехмерных которые я потом буду анализировать превращаю эту последовательность в массив ну и и делю эту самую полученную мной полученный мной набор данных на два кластера ну и какие то будут кластеры с учетом того что у нас была некая не крашеная стена и некая стена крашеная которые заметно и сильно отличаются друг от друга можно с достаточной уверенностью которая в общем неплохо подтверждается экспериментально сказать что как раз это и будут крашеные не крашеная стена но после того как я установил какие же у меня есть кластеры мне нужно определить а какой из них эта стена покрашенная а какой цена не какой эта стена не покрашена делаю я это в общем не сложно я определяю определяю размеры каждого из кластеров потому что они мне потребуются установив какой пиксель какому кластеру было еще после чего я начинаю вычислять а какой из получившихся кластеров точнее какая из их центральных точек центроидов ближе всего к моей исходной некрашенной стене вычисляю я для этого все то же самое евклидово расстояние только вместо того чтобы написать функцию distance я здесь все это упаковал прямо в одно выражение вот здесь и нахожу тот из кластеров который ближе всего к некрашенной стене то есть кто находится от нее на минимальной дистанции ну и после чего собственно все я выяснил какой из кластеров у меня крашеная стена какой из кластеров у меня не крашенная стена после чего мне остается посчитать кто же из них у меня с какой то есть какой процент меня покрашенная стена занимает от моего исходного кластера то есть или сколько у меня осталось собственно приведенное выражение как раз это и вычисляет округленно выводит не соответствующее значение в процентах конечно точно посчитать такое значение нельзя потому что всегда есть пограничные пиксели потому что всегда есть некие размытости неточности опять же стенка может быть покрашена чуть темнее чуть светлее это ведь действительно фотография если хотите покажу соответствующие образцы но тем не менее с точностью до 2 процентов это посчитать можно и соответствующие результаты соответственно и были введены в качестве эталонных если вы от них отклонялись не более чем на процент вправо и проценту лево соответственно ответ засчитывался как правильно камен с одним кластером но тоже можно конечно сделать но вообще говоря если нет необходимости считать то есть если нет необходимости вычислять кластеры лучше не пользоваться этим и лучше уж тогда было бы посчитать средний цвет по моему так получится точнее я конечно сейчас не знаю тонкости реализации алгоритма commens в библиотеке но может так случится что центроид кластера с ее точки зрения это не совсем средний цвет так ну что ж если других вопросов по этой задачи у меня нет по крайней мере сейчас я не вижу я их по относящиеся к задаче не вижу я перейду к следующей задачи а именно к задаче номер 13 в принципе все остальные задачи были построены на том что нужно было найти соответствующий метод поиска то есть соответствующий метод подготовки модели подготовить для него данные и собственно заставить модель работать в нужном нам ключе и тринадцатая задача у нас когда точнее третья задача второго этапа у нас как раз относилась к такому случаю задача ставилась следующим образом у нас есть некая таблица с данными о покупках данные эти организованы в чеке относительно каждого чека известен его идентификационный номер и известные товары которые в него входят буквально перечисленные товары с номерами чеков на самом деле требуется по введенному наименованию товара определить какие именно из товаров которые уже присутствуют в чеках будут скорее всего куплены вместе с ним это на самом деле классическая задача поиска так называемых ассоциативных правил когда вам требуется выявить какие признаки чаще всего встречаются друг вместе с другом но классических примеров там довольно много например если человек покупает хлеб то скорее всего он купит молоко такое эмпирическое правило естественно не все покупатели покупают хлеб не все покупатели покупают молоко некоторые покупают молоко отдельно но это достаточно часто встречающиеся правила чтобы можно было например это учитывать при расстановке товара на полках конечно это не единственное применение этой группы алгоритмов можно их и применять и искать для любых других связанных между собой событий и смотреть какие из них следуют друг за другом какие из них чаще всего оказываются вместе здесь мы применяем это за все множествоava таких признаков именно для тех данных для которых это изначально готовилось сама начало посмотреть требовалось как обычно как говорилось еще на вводном вебинаре посмотреть на собственно состав данных посмотреть на то как они будут это реальные данные из реальных торговых систем магазинов естественно привязать их к конкретным магазинам не получится естественно их немного но тем ни менее это реальные данные поэтому там название товаров введены мягко 140 Не так, как мы их привыкли для себя воспринимать. Там, как правило, появляются какие-то дополнительные данные, там используются разнообразные сокращения, там бывают опечатки, в общем, там много чего может быть написано. И поэтому мы первое, что делаем, это выполняем некую минимальную очистку данных. И правила этой очистки оговаривались прямо здесь, в самом начале. И мы начинаем здесь с 28 строки, с того, что как раз составляем фактически такой набор чеков. И каждый из чеков, у нас на самом деле, нас даже не интересует его идентификатор, интересует только, чтобы они отличались друг от друга, будет состоять из набора вот таких вот очищенных товаров. Итак, мы заводим список транзакций, и дальше построчно анализируем значения в списке. Конечно, я мог бы сделать это на питоне значительно более компактным, но я сейчас предпочел это расписать таким образом, чтобы было очевиднее, как работает этот алгоритм. Итак, я завожу текущий идентификатор чека, чтобы отслеживать момент, когда он у нас поменяется, поскольку я анализирую данные построчно. Данные отсортированы по чекам, там не может быть так, что данные одного чека перемешаны с данными другого. Если я, получив строку, обнаруживаю, что у меня идентификатор чека не тот, который я сейчас типа анализирую, я завожу новую транзакцию. Если у меня уже какие-то данные накоплены, то я, соответственно, накопленные данные добавляю, транзакцию вычищаю. Если же нет, я просто начинаю новую транзакцию. Дальше. Каждый товар из имеющихся у меня дальше я очищаю от лишних данных. Фактически я просто выделяю слова, преобразовываю их в нижний регистр и собираю из них строчку, перечислив слова через проверку. Вот, собственно, и все, что у меня здесь происходит. Таким образом, из моего исходного текста пропадает все, что не является словами. Словами именно в том смысле, в котором мы их использовали еще на первом этапе. После чего я этот вычищенный товар добавляю к своей текущей транзакции и повторяю сначала. Опять-таки, перехожу к следующей строке. Если изменился чек, добавляю все, что было накоплено, начинаю новую транзакцию. Если нет, добавляю к текущей транзакции новый товар. Таким образом, на выходе я получаю список, в котором у меня, опять-таки, списками перечислены все товары, которые входят в каждый чек. То есть, вот такой список списков. А дальше я применяю вот такой вот алгоритм. Точнее, я пользуюсь готовым алгоритмом, который входит в одну из библиотек, вам доступных и перечисленных еще на вводном вебинаре. Библиотека эта называется апиори, а сам алгоритм называется априори. Это один из классических алгоритмов машинного обучения, предназначен он как раз для выявления ассоциативных правил. В качестве заготовки я ему передаю тот самый список списков, то есть список моих готовых транзакций, список наборов товаров, которые каждый купил по своему чеку. А дальше я должен ему указать минимум два параметра. К сожалению, в русскоязычной литературе очень часто, очень неудобно для восприятия, оба этих параметра называются поддержкой. Это не совсем так. Я сейчас буду один из параметров все-таки называть поддержкой, спор, а второй называется вообще-то лифт, то есть подъем. Вот сейчас мы их и перечислим. Итак, что такое минимальная поддержка? А минимальная поддержка – это та минимальная частота появления покупки, которая вообще нами будет рассматриваться. То есть с какой минимальной частотой из тех данных, которые у нас имеются, в принципе должно встречаться правило, чтобы мы начали его рассматривать. Товаров у нас на самом деле не так уж много, то есть точнее покупок у нас не так уж много, хотя файл в общем достаточно большой, примерно на 15 тысяч наименований. Поэтому я на самом деле вычисляю некую минимальную поддержку, как примерную долю от тех товаров, которые покупались. Критерием поиска нужной мне поддержки был сам факт появления правил. Я просто уменьшал эту поддержку, пока правила не появились. Поскольку у вас набор данных принципиально не отличался, то есть, грубо говоря, немного отличались названия, но никак не частота их появления, то, соответственно, у вас этот алгоритм тоже вполне мог сработать. Может быть, значение бы отличалось. На самом деле, если бы вы вообще добрались до появления правил, то, соответственно, этого уже будет достаточно. И, наконец, второй параметр, который как раз называется лифт, то есть подъем. Этот параметр показывает, а насколько товары в этом конкретном правиле связаны между собой. То есть, грубо говоря, если я покупаю молоко, то насколько это будет жестко связано с тем, что я обязательно куплю и хлеб. Или, на самом деле, хлеб и молоко очень часто покупаются независимо друг от друга, поэтому, несмотря на то, что пара появляется, появляется она редко. Я не буду сейчас вдаваться в математику вычисления этого параметра, но, опять-таки, фактически написанное мной здесь означает, что для данного правила вероятность того, что я, возвращаясь к своему мазрительному примеру, куплю хлеб и вслед за ним куплю молоко, в 50 раз выше, чем вероятность того, что я, купив хлеб, молока не куплю. То есть, молоко, конечно, покупают отдельно, но редко. Именно это будет использоваться мной для того, чтобы оценить как раз ту самую вероятность, то есть выбрать наиболее вероятное правило. Ну, очевидно, что если я хлеб или яблоки покупаю с какими-то другими товарами, то чем выше у меня вот этот вот подъем, тем вероятнее, что я куплю мой хлеб именно с этим набором товаров, который за ним следует с более высокой поддержкой, с более высоким подъемом, чем с более низким. И это будет моим основанием для того, чтобы сортировать правила. Итак, как я здесь свои правила сортирую? Вот я только здесь, к сожалению, не знаю, исправленный ли у меня вариант, но, по-моему, исправленный. Итак, первое, что я делаю, я анализирую все, что я получаю в результате работы моего алгоритма априори, точнее, не моего, а, конечно, реализованной в библиотеке Апиори. И для каждого правила создаю такой вот несложный список, который у меня на самом деле, похоже, это не очень правильный вариант, но я вам сейчас его прокомментирую, который у меня включает в себя, во-первых, поддержку, которая была рассчитана, точнее, тот самый подъем, который был рассчитан для этого конкретного правила. После чего наименование товаров, которые в эту ассоциацию у меня входят. Надо бы мне, конечно, идти. Я, похоже, нашел старый вариант своей программы, который был написан с ошибкой, но сейчас я постараюсь объяснить, в чем, собственно, состоит правильный вариант. Он не сильно отличается от этого. Итак, я отбираю все товары и создаю список правил, указывая их поддержку. После чего я эти правила сортирую именно в том порядке, в котором их описывает вот эта тот самый поддержка подъема. И у меня вверху таблицы, поскольку я сортирую их в реверсивном порядке, то есть в обратном порядке, оказываются правила с более высоким подъемом. То есть как раз те самые наиболее вероятные покупки. Ну и мне остается определить и вывести самое первое правило, в котором у меня будет встречаться нужный мне товар. То есть тот товар, который люди ввели для анализа. Данные, повторюсь, по товарам вводились именно в том виде, в котором они у нас получаются после очистки. То есть как раз оно здесь начинает работать. В чем здесь состоит вот в этом коде, который я вам сейчас показываю, ошибка, чтобы мне сейчас не тратить ваше время и не загружать вас лишними данными, в том, что я на самом деле не совсем точно соблюдаю условия задачи и не вывожу эти данные в отсортированной последовательности. То есть на самом деле мне надо было бы отсортировать еще все товары, которые ассоциируются с введенным с клавиатуры, и вывести именно в алфавитном порядке. Ну, добавляется в общем и целом несложная сортировка, но если это для кого-то будет существенным затруднением, я готов найти правильный код и его вам в дальнейшем показать. Так. Комментирую вопрос Михаила. Базовая проверка по всему сверяет мой код с вашим? Нет. Базовая проверка вообще не сверяет программный код. И образца, кстати говоря, для такой проверки у нее нет. Базовая проверка передает вам данные. Ваша программа запускается, их обрабатывает и выдает ответ. Программа выдает ответ. И вот ответ сверяется с образцовым ответом. Ну, вот для, например, первой задачи в этом туре, для первой картинки было посчитано количество, процент окрашенной стенки 74. Вот, соответственно, ваша программа могла выдать 73, 74, 75, и это бы считалось правильным ответом. Чем отличаются проверки? Проверки отличаются теми данными, которые мы им передаем. То есть, например, в случае, повторюсь, той же самой нашей несчастной первой задачи, мы передавали разные фотографии фруктов. Надо было, чтобы ваша программа в разных ситуациях выводила правильные ответы. То есть, мы ее проверяем, насколько она, например, обрабатывает ситуацию, что фрукт находится не в центре, фрукт не вполне такого цвета, каким был в образце. Фрукты, на самом деле, разных цветов. Вот одна из ошибок, которые, как я вам уже сказал, они отличаются разными входными данными. Данные строго соответствуют тем данным, которые, собственно, в задаче предусмотрены. И мы смотрим, действительно ли ваша программа работает. Я могу сейчас начать показывать образцы полученных решений, потому что, например, один из образцов выглядел так. Я получил очень длинный программный код, буквально на полтора мегабайта в проверке, в котором был очень длинный набор каких-то странных условий, которые проверялись, 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 проверялись. А на самом деле, в самом конце стояло две строчки. Импортировался модуль случайных чисел, и выводился ответ, выбранный по случайному числу. Честно говоря, Михаил, я не очень понимаю, показать чего, как работает, или какие были данные. Давайте покажу, какие были данные, пожалуйста. Вот какие данные поступали на проверку, как раз в тех самых, в той самой задаче с фруктами. Я могу показать их покрупнее, но я думаю, что вам и так видно. То есть вот, как видите, четыре разных яблока, нет, пять разных яблок. И вот по каждому из них надо было вывести, а какого оно цвета. Основные ошибки по первой задаче. Вас просили вывести ответ. Какое это яблоко? Зеленое, желтое, белое или красное? Четыре названия, четыре предопределенных слова. Что выводят участники? Они не выводят название «красное», они выводят, например, название цвета «зеленый». Или приведены четыре цвета, а люди выбирают почему-то из трех – зеленое, желтое и красное. Это у меня в примере, насколько я понимаю, было зеленое, желтое и красное, поэтому то, что там еще бывает белое, было проигнорировано. Люди, например, занимались тем, что, точнее как, выявляли белый цвет и смотрели, что осталось. Буквально из одной картинки вычитали полностью все пиксели белого цвета и смотрели, какие пиксели остались. Хороший способ, только у меня, как вы видели, был еще пример с черным цветом, поэтому часть последующих проверок, соответственно, часть баллов такая программа получала, а часть нет. Ну, вот так. Примерно так устроены проверки. То есть мы, как и обещали, передаем на вход имена, например, файлов. Файл надо прочитать, проанализировать, выдать ответ. Каким образом вы это сделаете – дело совершенно ваше. Можете нейронную сеть обучать, можете классификатор какой-нибудь строить, можете, как я это делал, примитивным способом строить, строить вот такую вот кластеризацию, что угодно. Нет, очень светло-желтое яблоко – это не такой цвет, как вы пишете, Михаил. Можно на самом деле посмотреть, что у меня получалось. Вот у меня получались вот такие вот цвета. Почему он у меня совсем другой? Потому что я проделал ровно то, о чем вам говорил. Я нашел в сети несколько фотографий очень светлых белых практически яблок, белый налив и других, и из них усреднил вот эти вот самые цвета. Максим, 255, 255, 255 – это чистый, абсолютно белый цвет. Он в реальности не встречается. В реальности мы белым называем цвет, который, как правило, светлый, но не полностью белый. И вот как раз его оттенок-то и нужно было бы установить. Поэтому, повторюсь, я не случайно описывал именно такую процедуру, что мы находим некий набор данных, ну, например, 3-4 белых яблока. Смотрим, точнее, тех яблок, которые мы называем белыми. Вот здесь вот мы как раз моделируем деятельность человека. У нас, ребята, все это не посвящено. И определяем средний цвет, который там получается. Он может быть там чуть более зеленым, он может быть чуть более белым. А если бы яблоко было абсолютно белым, простите, мы бы его на белом фоне не видели вообще. Но вы же его как-то видите. Повторюсь, это будет мнение Гугла. А надо было бы собрать как раз именно данные о том, что мы ассоциируем с цветом яблока. Именно поэтому так и ставилась задача. Кстати говоря, можно было бы попробовать поискать белую грушу, там бы, скорее всего, цвет отличался. Мы чаще всего в обыденной жизни белым зовем на самом деле просто очень светлый цвет. Он не белый, он просто с какими-то достаточно высокими показателями. Вот и все. В Гугл-то я могу. Но я ведь не в Гугл спрашиваю, не по поводу вообще, что мы так читаем, а именно по поводу яблок. Вот именно поэтому речь и шла о том, что надо было яблоки найти и у них усреднить соответствующие цвета. Точно так же мы называем цвет яблока красным, но он же на самом деле не красный, если его точно описывать. Он может быть ближе к оранжевому, ближе к фактически к сиреневому и так далее. Поэтому надо было написать фото белое яблоко. Могу показать. Так, если мы яблоки обсуждать закончили, ей-богу, в следующий раз попрошу ягоды различать, например, ежевику от малины. Очень будет весело. То можем перейти к следующей задаче, о которой хотелось бы поговорить. Повторюсь, вот не случайно было сказано, что сортируем мы именно яблоки. Поэтому вообще цвет яблоком вы предписывать не будете. Белое яблоко – это белое яблоко. Так, следующая задачка, о которой хотелось бы поговорить и проиллюстрировать некоторые особенности, соответственно, решения и способы выбора решения. Это задача, опять-таки, одна из классических задач классификации транзакций. Что такое транзакция? Транзакция – это некие действия по переводу денег, например, с одного счета на другой. Или оплаты чего-то карточкой. Соответственно, большая часть таких действий – это действия вполне себе легальные, легитимные. И мы проверяем, мы их должны просто провести с максимальной скоростью. А часть действий – жульнические, например, связанные с обманом. Их надо бы выявлять. И практически все банковские операции, банки и другие финансовые организации этим занимаются, потому что это потом приводит к скандалам, это приводит к потерям денег, недовольным клиентам, причем, в общем, на ровном месте. Зачем это допускать, если есть возможность этого беспрепятствовать? Вам был предъявлен набор, в котором были перечислены как нормальные транзакции, так и мошеннические. Транзакции описывались некими цифровыми параметрами, которые с чем-то реальным связать довольно трудно. На самом деле эти параметры – это уже результат статистического анализа, проведенного, скорее всего, методом главных компонентов. Это нас на данном этапе не интересует. А нам требовалось построить некоторый классификатор, который будет решать, вот эта конкретная транзакция легитимная, нормальная, или она на самом деле жульническая, ее надо как минимум проверить вручную. То есть, чтобы ее посмотрел человек, специалист и принял решение – пропускать, не пропускать, запрашивать дополнительные данные или еще что-то делать. Я сейчас показываю пример решения на его промежуточной стадии, на той стадии, на которой я выбираю и учу классификатор. Итак, как, в принципе, устроена подобная деятельность? Во-первых, я, конечно же, читаю с помощью библиотеки Pandas все предоставленные мне данные. Имя файла с данными мне вводят с клавиатуры. То есть, я не могу это сделать заранее. Дальше я разбиваю эти данные на две части. Первая часть – это, собственно, результаты, то есть виды транзакций. То есть, кто из транзакций правильные, а кто из транзакций неправильные. Отделив столбец с типами транзакций, то есть заведя себе то, что у меня называется таджет, то есть целями, я выделяю те из них, кто у меня будут, собственно, данными для классификации. Там есть несколько столбцов, которые содержат данные, которые мне в классификации не помогут вообще ничем. Ну, например, магазин, из которого это проводится. Журнические магазины меняются, и нельзя надеяться на то, что всегда все будет из одного магазина. Дальше. Регион, из которого проходят транзакции. Неинтересно. Почтовый код, то есть фактически почтовый индекс не поможет мне в классификации, поэтому я все это выкидываю из своего набора данных, представляю только как раз те самые числовые вычищенные признаки. Дальше я, как обычно это рекомендуется, разбиваю этот набор, вот сейчас если действовать по шаблону, на две группы строк. На тренировочный набор, на котором будет учиться мой классификатор, и тестовый, на котором я проверю результаты его обучения. После чего я, а пока даже не указывая никаких дополнительных параметров, провожу то, что называют обучением классификатора. Я выбираю для этих целей классификатор, который называется Decision Tree, то есть деревья решений. Вот мне нужно построить дерево решений, которое будет проверять поступившие данные, и по шагам вот так вот приходить к какому-то выводу. То есть легитимная или журническая у меня транзакция. Выучив свой классификатор, я предсказываю с его помощью, то есть я беру те данные, которые я отделил как тестовые, и предсказываю по этим тестовым данным, что у меня с точки зрения моего классификатора получается. А потом я должен каким-то образом сравнить эти данные с тем, что у меня было на самом деле, то есть вот с этим самым моим тестовым набором. Существует, да, сейчас мы про точность-то как раз и поговорим. Это интересный вопрос. Итак, существует вообще говоря несколько разных классификаторов, которые бы я мог применять. Существуют разные параметры обучения, и это проблема, как сравнивать результаты между собой. Существуют метрики, то есть такие вычисляемые параметры, которые позволяют говорить, что вот этот классификатор работает лучше, вот этот классификатор работает лучше. Самая простая метрика, которую чаще всего используют, называется точность. То есть мы просто считаем, сколько у нас правильно предсказанных к общему количеству данных, которые мы передавали на проверку. Я сейчас даже считать не буду, вот здесь она тоже будет, по-моему, в районе 94%. То есть как бы все отлично. Но я воспользуюсь другим способом. По идее, я бы сейчас, конечно, начал считать метрику, которая называется F1, но я это сделаю еще как годится, в полный рост. F1 годится, а вот accuracy нет, конечно. Итак, почему? Я построю так называемую матрицу путаницы. Confusion matrix. И в этой матрице я сопоставлю, а сколько у меня по каждому из моих классов правильно предсказанных, а сколько нет. То есть какие ожидались, какие были получены. Вот прямо сейчас запускаю и смотрим. Так, от меня ожидает набор данных. Я его ввел. Некоторое время у меня учится классификатор. И вот результаты. Обратите, пожалуйста, внимание на вторую колонку. То есть на именно ту колонку, которая у меня относится к жульническим транзакциям. Как видите, я здесь, выводя матрицу, сначала выводил все, что относится к правильным транзакциям, и потом все, что относится к неправильным. Первая ячейка – это те, которые ожидались, что они будут истинными, нормальными, и оказались в действительности нормальными. То есть предсказанное значение совпадает с тестовым. Все хорошо. Для второй колонки это будет означать, что ожидалось-то значение frau, то есть жульническое, а получено было значение leged, то есть правильное. И так, как видите, если я сейчас формально посчитаю точность, у меня все будет прекрасно. Почему так происходит? А потому что у меня на самом деле таких вот транзакций неправильных, их сравнительно мало. Поэтому то, что я сейчас выкинул их часть на тестовую выборку, и у меня в результате классификатор обучен капитально неверно. он правильно определяет только 30 транзакций из общего количества, как видите, больше, чем в 800. Таким образом, формально имея высокую точность, для реальной работы это, простите, неприменимо. Поэтому, что делать в таких ситуациях? Ну, можно было бы попробовать воспользоваться так называемым сбалансированным обучением. То есть, когда я указываю специальный параметр для классификатора, говорю о том, что у меня классы очень разные по величине, то есть один из классов, чистые транзакции, они гораздо больше, чем второй, поэтому, пожалуйста, сбалансируй наборы внутри и учитывай их просто с помощью коэффициентов весов. Посчитай коэффициенты весов и используй их там внутри. Точность будет выше. Сразу говорим, но я этот шаг пропущу и сделаю то, что вообще говоря, в обычной ситуации делать не рекомендуется. Я выучу свой классификатор на полном наборе данных. Вообще, это может привести к такому неприятному явлению, которое называется оверфитинг, то есть переобученность. Это ситуация, когда у меня на моем тестовом наборе данных все хорошо, но вот в реальной деятельности будет хуже. Проверить это на таком небольшом наборе я на самом деле не могу, но зато точно знаю, что я решаю Олимпиаду, и здесь как раз надо обеспечить точность. Повторюсь, выводить будем не точность как таковую, а именно confusion matrix, потому что нас специально предупреждают в условии. Самое важное – не пропустить ложную транзакцию. Поэтому вот это вот значение в верхней части должно быть таким маленьким, каким только можно. Абсолютно его вычислить, конечно, нельзя так автоматически, но хотя бы что-то можно. Давайте посмотрим, что получится вот в такой ситуации. Итак, на глазах изумленной публики ситуация сменилась на ровно обратную. Из моих 700 слихом транзакций я правильно определяю значительно большее количество. То есть они у меня разбились значительно лучше. И я теперь, как видите, гораздо точнее предсказываю именно те самые транзакции, которые у меня есть. Можно было бы вычислить метрику, да. Путем проб и ошибок выяснилось гораздо лучше создать задачи без оверфитинга. Очень верю. На самом деле, да, это один из тех методов, которые рекомендуется использовать. И да, в этом и состояла, собственно, задача. Вам надо было подобрать метод и подобрать его параметры. Ну, сейчас мне не хотелось бы вас загружать дополнительными методами как раз анализа разных сочетаний параметров обучения классификатора. Можно было бы это сделать. Это тоже делается автоматически, но это бы потребовало вычислительных ресурсов. И я бы тут, наверное, для этой задачи минут 10 ждал, пока у меня все варианты посчитаются. Из них выберется наилучший. Но, да, предложенный Михаилом вариант тоже неплохо. Ну, по поводу того, что сервер лежал, это вы, пожалуйста, поговорите с поддержкой. Я, в общем, за это не отвечаю. Насколько я знаю, тем, кто обратился в поддержку и поддержка это обработала, им добавили время. Точнее, вообще дали возможность работать с самого начала. Так, ну и последняя задача, которую на самом деле практически никто почему-то не решал. Я так понимаю, она вам показалась длинной, страшной, неприятная формула, скучно считается. Вообще непонятно, зачем это делается. Ну, я надеюсь, коллеги вас в чате уже увидели, что и разберутся. Я, собственно, с вашего позволения вернусь к задаче. Подправлю свое решение, чтобы сразу все пояснить. Итак, в чем состояла задача? В задаче вас просили рассчитать так называемую информативность отдельных признаков. Вот о чем речь шла. Мне ничего не поняли вообще. Да, действительно. Ну, давайте я вкратце поясню. Итак, что же это за метод? Что же я такое просил, предлагал вам посчитать? Речь идет о способе выяснить из очень большого количества признаков, которые у нас есть, какие из этих признаков действительно работают на решение имеющейся у нас задачи. Например, на задачу развлечения текстов по трем классам, которые вам здесь описываются. Цель. Зачем это делается? Я фактически сейчас залезаю на территорию третьего этапа и сразу подсказываю, что да, эта задача на самом деле, так сказать, ориентирована на то, чтобы помочь вам решать одну из задач именно третьего этапа. О чем идет речь? У нас есть большой набор отзывов. Ну, например, на фильм или на товар. И нам нужно определить, какие из этих отзывов просто нейтрально описывают что-то, относящееся к товару, какие товар хвалят, а какие товар ругают. Или какие фильм хвалят, какие фильм ругают. Это очень часто и очень применимая задача, но в ней есть проблема. Отзыв состоит из слов. Слова пишут люди. Слов в итоге. Если отзывов много, тоже получается очень много. Поэтому классифицировать... Да, я сейчас покажу. Поэтому классифицировать их, конечно, можно, но сама по себе матрица с данными по отзывам получается очень-очень большой, потому что у нас очень много разных слов. Но мы, с другой стороны, понимаем, что на самом деле некоторые слова, например, упоминающие герои фильма, они для того, чтобы отличать положительный отзыв от отрицательного, на самом деле не помогают никак вообще. Поэтому нам, на самом деле, для того, чтобы различать положительные и отрицательные отзывы, нужно вычислить какой-то показатель, который покажет, какое слово важно для того, чтобы различать их по отзывам, а какое нет. И вот это мы как раз и делаем с помощью того самого критерия информативности. Естественно, вам не нужно было, как и говорилось на предыдущем вебинаре, искать и писать какие-то длинные и сложные формулы. Надо было найти реализацию, точнее, как она называется. И на самом деле, поискав в Гугле про информативность, обнаружил, что это называется взаимной информативностью, мы находим, что, оказывается, в библиотеке CircuitLearn есть специальный метод-классификатор, регрессионный классификатор, mucho-info-classive, который как раз предназначен для того, чтобы выявлять информативные признаки. И за счет того, что мы отбираем информативные признаки, то есть те слова, которые действительно работают на решение, поставленные нами задачи, мы, соответственно, можем это сделать. Ну, а теперь начнем, собственно, решение. Итак, первое. Что вам подавалось на вход? Как и сказано было в условии задачи, на вход подавался каталог. Сейчас я вам его покажу. Один из таких каталогов. Вот, например, вот такой вот каталог под названием Dataset, в котором есть три других каталога. NEG, NEAL и POS. То есть, негатив, NEAL и позитив. TF и DF вам, кстати говоря, поможет очень ограниченно. Он не сократит количество признаков, а именно это придется делать на третьем этапе. Ну, здесь у меня сейчас, на самом деле, я даже не знаю, успеют ли вам показать, потому что здесь, на самом деле, файлов-то очень много. По 100 штук в каждом таком каталоге. И вот, на самом деле, что в них содержится. В них содержится текст. Который нужно будет каким-то образом отсортировать. Ну, вот, например, это негативный отзыв, и вы сразу можете увидеть в нем, какие именно слова будут явно влиять на оценку. Например, дешевый антинаучный. Явно человеку уже сразу не нравится, что может быть. Ну, и вот мы сейчас рассчитаем, таким образом, на основании этого меру информативности, которая здесь применяется. Ну, первое, что я делаю. Я превращаю файл в строку, состоящую из слов. При этом я не выкидываю слова. Я просто очищаю их от всех посторонних по отношению к моей задаче данных. То есть я выкидываю все числа, я выкидываю знаки припинания, я выкидываю абзац, я просто превращаю текст в строку, предварительную обработку. Вот именно это у меня делает функция припроцесс файла. А вот теперь существенная часть, с которой почему-то никто не справился, из тех, кто пытался. Ну, не никто, но очень многие не справились, что мне лично было как-то обидно и непонятно. Нужно было обойти каталог и проанализировать файлы, которые в нем находятся. Делается это средствами операционной системы. У языка Python для работы со средствами операционной системы есть библиотека, которая называется OS. Operation System. Операционная система. Итак, что же я делаю? Мне на самом деле известны пути, по которым я буду работать. Это, во-первых, мой исходный каталог, а внутри него еще три каталога. Соответственно, POS, NET и NEO, как в задаче было написано. А дальше я использую у загруженного мной модуля OS его стандартный метод listdir, который мне как раз возвращает имена файлов. И я эти файлы буду перебирать, открывать каждый, создавать из него строку и добавлять в свой корпус для последующего анализа. Обратите, пожалуйста, внимание. Для того, чтобы не зависеть от операционной системы, то есть для того, чтобы это заработало и под Linux, и под Windows, я использую в написании пути к файлу обратный слэш. Да, это будет работать и там, и там. Итак, что же я добавляю в свой корпус для своего анализа? Я добавляю, во-первых, строчку, в которую у меня превратился файл, а во-вторых, я добавляю в цели своей классификации, то есть как я, собственно, их различать-то буду, как файлы отличаются друг от друга, собственно, название POS, NEC и NEO каталога, из которого они взялись. И таким образом я получаю как раз данные для того, чтобы, во-первых, посчитать количество слов по каждому из файлов, то есть буквально посчитать, в каком файле сколько таких слов есть, а после этого обучить, ну, сначала как раз тот самый свой метод подсчетчик, CountVectorizer, кстати, не TF и DF, а именно CountVectorizer, чтобы не искажать данные, чтобы не вычитать дополнительные. Честно говоря, не знаю, что с TF и DF бы получилось, я использовал именно такой. А после этого загружаю эти данные в свой классификатор для обучения. Пройдя обучение по этим данным, то есть по корпусу, который я здесь вот как раз обработал, и по целям, то есть по своим классам, которые у меня есть, я как раз и получу ту самую информативную ценность каждого слова. На что здесь, кстати, надо обратить внимание? На то, что я использовал специальный класс VectorVectorizer, который каждый документ, то есть каждый файл, превращает в длинный числовой вектор, записав напротив, так сказать, каждого слова, сколько раз оно встречается в этом документе. Вот что он на самом деле делает. Ну и полученный мной классификатор я назад собираю вместе со словом, к которому они относятся. То есть я получил, грубо говоря, вероятности по каждому слову или полезность по каждому слову, точнее информационную ценность, и вот ее-то я с этим словом и связал. После чего мне остается полученные мной слова отсортировать и вывести, как и просили, первые 50 штук. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!